Мария Мустафина, технический эксперт по болезням зерновых и полевых культур компании Сингента. Мы с вами находимся в Тульской области, в Новомосковский район, на посеве ярового пивоваренного ячменя Чарльз. Данный сорт был посеян 24 апреля с нормой высева 4,5 млн. шт. семян на гектар. Обработка семян была проведена с помощью препарата для защиты семян Vibros Integral в норме расхода 2 литра на тонну. По вегетации на данном посеве ярового пивоваренного ячменя была проведена следующая схема защиты. В обработку в так называемую Т1, в фазу конец кущения и начала выхода в трубку, данный посев был обработан баковой смесью, состоящей из двух гербицидов. Это Камара в норме расхода 0,5 литра на гектар и противозлакового гербицида Аксиал в норме расхода 0,8 литров на гектар. В фазу конец кущения помимо гербицидов здесь был применен фунгицид с мощным физиологическим действием Амистар Экстра в норме расхода 0,75 литра на гектар. Совместно также здесь был добавлен регулятор роста модус в норме расхода 0,2 литра на гектар. Такая мощная поддержка и защита в Айброс Интеграл при обработке семян Амистар Экстра в конце впущения и начала выхода в трубку позволили растениям сопротивляться тем пятнистостям, которые пошли по району и вообще по Тульской области. В этом году было достаточно много влаги и температуры в июне месяце были достаточно высокими. Были жаркие, теплые дни, очень комфортная погода для развития разного рода пятнистостей. Мы видим с вами, какой большой фон заболеваний сложился вообще на посевах ячменя по Тульской области. Здесь мы видим здоровые зеленые растения. В фазу флагового листа на данном поле был применен фунгицид новинка компании Сингента и Латус Рея в норме расхода 0,6 литра на гектар совместно с инсектицидом Эфория в норме расхода 0,15 литра на гектар. Обработка в фазу флаговый лист продуктом Элатус Рея позволила нам продолжить эстафету, которую мы начали с вами при обработке семян Вайбранс Интеграл, затем Амистар Экстра. И на финише Элатус Рея мы видим сейчас фаза налива начала молочной восковой спелости, где растения полностью здоровые и свободные от инфекции. Они зеленые и весь листовой полок работает на фотосинтез, работает на налив, на создание действительно ценного пивоваренного зерна и ценного урожая. На данном столе мы с вами видим два снопа. Первый ярко-зеленый, здоровый пивоваренный ячмень сорт Чарльз, который мы с вами только что видели при хорошей защите, когда в первую обработку защищающий нижний ярус растений у нас была Амистар Экстра. Затем по флагу фунгицид Элатус Рея и растения содержат действительно зеленые здоровые листья. Рядом с ног собраны с соседнего поля производственные посевы, где не было ни одной фунгицидной обработки. Есть ли отличия, Сергей Викторович? Да, отличия существенные. Но Марии я хочу вопрос задать. Несмотря на то, что здесь была проведена мощная фунгицидная защита, на листовом аппарате мы видим точечки. Пожалуйста, вопрос тоже очень часто клиенты задают. Совершенно верно, Сергей Викторович. На данных листочках, вот только на одном растении мы видим эти точечки. На других я тут особо их не вижу. Эти точки не связаны с грибными заболеваниями. Это так называемая физиологическая пятнистость ячменя. Она связана с реакцией ярового ячменя на какие-то стрессы, абиотические факторы. Допустим, очень высокие температуры, которые были же у вас в июне. Ну, в этом году их было предостаточно, да. Как отличить эти точечки неинфекционной пятнистости от инфекционных? Можно взять обычную лупу, пожалуйста, и посмотреть сквозь лупу на эти точки. Мы видим, что вокруг этих пятнышек нет хлорозов. То есть желтого окаймления мы не видим. Мы видим совершенно зеленую, здоровую часть листа, на котором вот эти точки. Это неинфекционная пятнистость. Она не лечится фунгицидами. Здесь поливай, не поливай фунгицидами, мы не уберем эти. Пятнистости – это связано только с реакцией растения на стресс. Мария, и вопрос попутный. Это как-то скажется на урожайность? Данные точечки нет. Их очень мало, и они не покрывают всю поверхность, всю площадь листа. Бывают пятнистости ярового ячменя, которые действительно серьезно влияют на урожай. Они продолжаются, как правило, и усиливаются только в случае сильного развития вот этих абиотических стрессов. Если абиотический стресс заканчивается, культура у нас успокаивается, не так реагирует на стресс. И развитие вот этих физиологических пятнистостей останавливается. Если же абиотический стресс продолжается, высокие температуры, сильная солнечная инсоляция, то вот эти вот пятна, они могут быть от мелких до крупных, могут присутствовать на всей площади листьев. С нижнего яруса до верхнего. Это, естественно, способно сократить урожай ярового пивоваренного ячменя. Мария, ну, с учетом того, что вот таких растений вот с этими точечками незначительное количество, и, в принципе, существенного влияния на снижение урожайности мы практически не заметим. Да, на посеве, да. И вот еще вопрос, Мария. Очень часто клиенты наблюдают, но мы сами видим, вот такая деформация на листьях. Прошу прокомментировать вот эту ситуацию. Это гофрированность, ее много здесь, и она здесь у нас присутствует конкретно на одном ярусе. Вот здесь у нас, это у нас подфлаговый лист, вот еще подфлаговый лист. То есть это все произошло в один период. В один период. Ну, получается, что да. Да, тогда, когда у нас выходил подфлаговый лист из пазухи трубки. То есть лист, когда выходит, он попал под воздействие, скорее всего, здесь были очень высокие температуры в июне месяце. Ну, было такое, несколько дней было, да. Вот, это бывает при холодных температурах, при высоких температурах. Тогда, когда есть какой-то абиотический стресс, листочек выходит из пазухи, и при его разворачивании он встречает вот именно сопротивление того атмосферного какого-то абиотического стресса. Естественно, он не способен нормально хорошо раскрываться. Мария, ну и вопрос. Вот на этом снопе мы видим достаточно серьезное поражение ячменя всевозможными пятнистостями. Скажите, пожалуйста, вот как это скажется на количестве урожая и его качестве? Очень хороший и очень важный вопрос, потому что пивоваренный ячмень очень быстро начинает гореть от гельминтоспориозных пятнистостей. Здесь мы с вами видим и сетчатую пятнистость, и темно-бурую пятнистость. Эти пятнистости – это гельминтоспориоз, который здесь присутствует в двух типах заболеваний, способен унести у ярового биоваренного ячменя до 45% всего урожая. Это я говорю о количестве урожая. Естественно, когда у нас сгорают листья, когда у нас желтеет весь листовой полок, это все влияет и на качество зерна. Плюс болезнь начинает подниматься выше, и мы видим, что вот колос начинает болеть. Это все дальше по возрастающей снизу вверх идет и заболевает колос. То есть здесь мы получим практически половину меньше урожая от планируемого, но еще и урожая плохого качества. Ну, то есть можно сказать, что если мы не будем применять фунгицидную защиту, а урожайность планируем получить высокую, вносим достаточное количество удобрений на агротехнику на определенном высоком уровне, и не применяя защиту фунгицидную по вегетации и фунгицидную защиту для обработки семян, практически половину урожая мы можем недополучить. Сергей Викторович, мы можем не получить половину урожая, совершенно верно, но мы можем не получить и пиво. Ну да, вот с пораженными зерновками это видно. Такой ячмень, к сожалению, может не дать не только пиво, но и даже на семенные качества он будет нецелесообразно использовать, потому что это зерно будет очень плохого качества. Ну, щуплый, соответственно, да? Да, да, да. Поэтому быть или не быть фунгицидной защиты, каждый решает нас в собственном поле. Мария, ну еще один вопрос. Если мы посмотрим на СНОП, вот это вечменя, на котором практически мы провели своевременную качественную защиту высокотехнологичными продуктами. Вот на сегодняшний момент какие-то риски существуют? К сожалению, на данном посеве существует очень неприятный риск, который может быть. он связан с тем, что здесь был применен регулятор роста однократно в этом году, в условиях Тульской области, когда очень много осадков, когда достаточно теплые и прохладные ночи, теплые дни, мы видим, что ячмень вырос достаточно высоким, и у этого ячменя на данном посеве есть только один риск. Этот риск связан с полигонием. Здесь был применен регулятор роста модус 02 фазу конец кущения, начало выхода в трубку. Как показали условия Тульской области 2020 года, этого было мало. То есть на данном посеве необходимо было применить регулятор роста два раза, а может быть и все три. Почему? Потому что когда вы проезжаете на своем автомобиле, вы видите, сколько ярового пивоваренного ячменя, к сожалению, лежит у нас. Ну, полиглобного. Да. Вообще по центральной России, по Тульской области, не только по Тульской области. Это связано с осадками, это связано с аномальным большим количеством влаги, который у нас есть. И плюс, конечно же, там, где хорошо кормят, там ячмень вырастает достаточно высоким. И даже традиционно считаемые и принятые в практике, что пивоваренный ячмень, как правило, короткостебельный, в данном случае не оправдывает своих ожиданий. Мы видим, что он высокий. И при любом сильном ветре, обильных дождях, грозах, с сильным ветром это все может лечь. А если ложится ячмень, фаза налива, это, естественно, какие-то потери при уборке. Все понятно, спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok